Питер Пенн Питер Пенн Положительному герою противостоит капитан Крюк. В оригинале и многих фильмах, снятых по мотивам сказки, он отрицательный персонаж. Однако в постановке героев не делят на черное и белое. Капитан Крюк находится между добром и злом. И также, как главный герой, стремится найти самого дорогого человека – маму. Антагониста спектакля играет Михаил Бабаев. В прошлом году он был задействован и в другом детском новогоднем спектакле «Алиса в стране чудес». Тогда роль была эпизодическая, сейчас одна из главных. По словам актера, с помощью постановки необходимо донести до юного зрителя, что нельзя торопиться взрослеть. Мы слишком рано взрослеем, да, и нужно сохранять в себе детство. Потому что детство – это прежде всего непосредственность, непорочность, чистота, открытость. А когда мы взрослеем, все это исчезает, и человек закрывается от мира. А мы изначально были рождены для того, чтобы дарить добро. На сцене Владимирской драмы – настоящий блокбастер. Смена декораций, свет, трюки, спецэффекты и музыка, которую, кстати, написал сам режиссер спектакля. Владимир Кузнецов рассказывает, у композиторов сейчас очень загруженный график. Превратить мелодию в полноценную фонограмму для постановки режиссер попросил Алексея Сидорцева. Так у спектакля появилось музыкальное оформление. Для взрослых авторы оставили в тексте сценария множество завуалированных подсказок, необходимых для взаимопонимания в семье. А детям – все веселье игрового жанра постановки. Актеры на сцене шутят и дурачатся, заставляя юного зрителя смеяться вместе с ними. То, из чего актеры произрос, это из комароха, из шута. Вот в сказках это как никогда. У них вот это все их богатство, импровизации, внутренняя жизнь, она проявляется в хорошем смысле. Такая чепленеада, да, вот сказка. И когда вот работаешь в таком жанре, и мы понимаем, из чего нужно копать этот клад, из каких мест. Вот. Это очень увлекательно. Питер Пен против Капитана Крюка в драмтеатре будут показывать каждый день вплоть до 31 декабря. А потом и со 2 по 7 января включительно. Капитана Крюка в драм.